Всем привет! Сегодня у нас первое осеннее видео. Начнем с декоративной косметики. Я разделила декоративку и уход, потому что слишком много всего это раз. А во-вторых, декоративную косметичку гораздо проще обновить. Добавляем какие-то новые текстуры, новые цвета и на этом все. А вот с уходом все сложнее, тем более я буду внедрять, я уже это сделала, ретинол. И тут нужно остановиться поподробнее, рассказать о всех минусах и плюсах. Так что такой ролик я выпущу отдельно в конце августа. Если вы еще не знакомы с тем материалом, который я готовила в прошлом году, о кислотах, со всеми схемами, с указаниями, с примечаниями, то советую посмотреть. Я оставлю вам ссылку внизу. Ну что, теперь давайте уже наконец-то начнем перебирать мою декоративную косметичку. Не знаю как у вас, для меня осень, зима и даже начало весны это то время, когда я кажусь более уставшей, моя кожа становится такой тусклой, более сухой, не все тональные средства хорошо наносятся. И не хватает какого-то здорового свечения, красивого лоска. И именно в холодное время года я люблю дополнительно использовать и увлажняющие сыворотки, и вот сияющие базы. В прошлом году я купила эту базу, она из уходовой линейки Кико, но этого ухода мне недостаточно. Для меня это именно база под макияж, которую я наношу поверх своего ухода перед тональным кремом. Это очень красивое средство, которое придает лицу, вот знаете, не то чтобы оттенок, не то чтобы яркое свечение, как там в лучших традициях худы. Нет, это умеренный блеск, но это красивая такая подсветка из-под тонального крема. Это же средство вы можете использовать и в качестве кремового хайлайтера, наносить поверх тональной основы, или на декольте, потому что у него очень удачный такой полупрозрачный бежевый оттенок. Он и не белый, он и не жемчужный, не золотой, он скорее нейтральный. Мне кажется, что он как раз хорошо подойдет многим девушкам, которые меня смотрят, визажистам тоже на заметку. Не бойтесь, если у вас жирная комбинированная кожа от дополнительного увлажнения, в холодное время года ни один тип кожи не откажется. На данный момент мне хотелось бы выделить два тона. Один с более, не то чтобы плотным, но с таким средним, хорошим покрытием. Это мой фаворит вне времени. Не могу перестать говорить о нем, потому что нет другого тонального крема, которому я могла бы доверить все праздники, все какие-то важные события, когда я даже более интенсивно крашу глаза. Мне нужно такое покрытие, которое сделает лицо идеально гладким, которое не будет проваливаться в поры, которое не будет стираться. Это просто такой самый беспроблемный, тот, который я уже проверяла много раз в разных ситуациях. Это марка Evelyn или Evelyn. И мой оттенок в большинстве случаев это 0,10. Я всегда наношу его спонжем на хорошо увлажненную кожу. Вы видели, что одна баночка закончилась, я тут же взяла вторую. И так уже на протяжении практически двух лет. Я не представляю себе свою косметичку без этого тонального средства. Если вы нашли тот самый идеальный тон, то вы сейчас меня понимаете. Из люкса, точнее даже из профессиональной косметики, у Make Up For Ever недавно появилась тональная основа под названием Reboot. И это очень интересная штука, потому что это и уход, и тональное средство два в одном. Я всегда с настороженностью отношусь к тому, что пишут производители на упаковках. В таких случаях, потому что очень часто уход впитывается, пигмент остается на коже, и все это некрасиво как-то оседает, наоборот подчеркивает шелушение. Так вот, в этом случае действительно, вот они говорят, что тон увлажняет, что он выравнивает текстуру за счет вот этого ухода. Лицо просто как-то вот здоровее, живее выглядит. И нет эффекта накрашенной кожи. То есть он смотрится очень естественно. Он неплохо держится на мне, даже в теплое время года, но вот сейчас у нас еще жарко, он выдерживает целый день без каких-то вопросов. Да, он сияющий, но это не блестки. Он просто, вот знаете, ухаживает и смотрится как такая кожа, которую намазали кремом. Она однородная, это легкое покрытие. Я наношу его спонжем, потому что я всегда так делаю. Но можно и кистью, и руками. Он немножко подсвечивает, он выравнивает оттенок и просто смотрится как вторая кожа на нашем лице. За это я его люблю. И вот на каждый день мне очень нравится. Если вы ищете хорошее, такое достойное средство для нормальной сухой или обезвоженной кожи из люксового сегмента, то присмотритесь, возьмите пробник. И мой оттенок 9 месяцев в году именно в этом бренде. Это Y-225, как подходил он мне там пару лет тому назад в совершенно другой линейке. Так вот, в случае и этой новинки, это снова попадание в десятку, и он не окисляется. Как только наступает осень, мне тут же хочется сделать какие-то коричнево-лиловые Smoky Eyes. Или после лета еще есть небольшой загар, и можно позволить себе сделать что-то в более теплых, таких золотистых тонах. И я показывала вам эти палетки. Слушайте, я скажу так, если вы хотите попробовать какой-то нестандартный макияж, или у вас ограничен бюджет, или вы ищете новые оттенки и сомневаетесь, подойдет вам такая цветовая гамма или нет, но вы хотите получить качественный продукт, вот не особо потратиться, но при этом, чтобы оттенки были актуальными, чтобы они быстро наносились, просто растушевывались, чтобы цвета были достаточно пигментированными, чтобы тени хорошо держались, я советую вам присмотреться к теням от марки Eveline, или Eveline. Можно я буду говорить Eveline, потому что мне так привычнее. Так вот, я показывала вам практически все эти палетки в действии, и хочется выделить вот этих малюток. Это вот такие небольшие палетки, здесь 8 оттенков, и вот это уже такая потертая, но я реально много раз ей упользовалась. Вы знаете, здесь такая удачная подборка оттенков, которую можно использовать и в повседневном макияже, и можно создавать что-то более интенсивное, более интересное. Здесь есть и матовые, и сатиновые оттенки, и даже дуохромы, то есть те цвета, которые переливаются, многое зависит от того, какой у вас оттенок глаз, с какими другими цветами вы их сочетаете, чем вы их наносите. Я всегда просто набираю на пальчик вот эти вот оттенки и наношу прямо на веко, вот такими впечатывающими движениями. Тени супер мягкие. И сейчас у этого бренда, в принципе, в целом, вся продукция стала еще более качественной. Я с чистой совестью советую вам вот эти тени, и девятки у них фантастические. Мне кажется, что сейчас из такого доступного сегмента у них нет конкуренции. У них столько разных подборок оттенков и текстур, и чего угодно, что с ними очень сложно соперничать. И вторая, которая, ну, я уже надеюсь, что она к вам доехала, это номер 03, также показывала ее в действии. Здесь похожая ситуация, и матовые, и дуохромы, и сатиновые. Они так выглядят, но когда ты чем-то пользуешься, то как бы получается так. Если вам нравятся теплые оттенки, медные, то, опять же, советую вот эту, Charming Mocha от Evelyn. Классная, прочная упаковка, я делала на нее обзор. Там и сводчи, и нанесения, и, по-моему, один вариант макияжа. Но с такой палеткой у вас получится их огромное количество, и smokey eyes, и на каждый день. Но это теплые оттенки. Просто выбирайте те, которые нравятся вам. Я думаю, что сейчас это не проблема. Пудра, которой я уже вовсю пользуюсь, которую я нахваливала, и, конечно же, без нее не могла бы обойтись эта подборка. Это марка Pupa, запеченная пудра, которая ложится на кожу, как сатиновая вуаль. Она немножко подсвечивает, но не блестит. Это просто, знаете, такая, как шелковая кожа. Очень красиво смотрится. Если вы где-то не дотушевали тональный крем, если вам не хватает покрытия, если вы переборщили с румянами, с бронзером, набираете эту пудру и наносите любыми движениями на лицо. На самом деле здесь также был спонж. Я знаю, что девочки наносят прямо из упаковки вот этим спонжиком на лицо вместо тонального крема. Своей маме я отвезла оттенок 0,6. Он чуть более темный, но такой универсальный. Это 0,5. И когда загар смылся, тоже отлично. И я должна сказать, что сейчас мне эта пудра больше нравится, чем минеральная МАК, по той причине, что она более невесомая. Она также классно сглаживает поры. Ну, обожаю ее. Вы должны ее попробовать. Если вам до этого нравилось все то, что я советую, вам подходило, то я вас уверяю, что эта пудра вас также очень приятно удивит. И все, что я сегодня показываю, я обязательно опишу в инфобоксе. Не забывайте, что на Makeup.ua, в Makeup.store вы можете купить большинство средств. Не только из этого видео, а из каждого моего ролика. Я стараюсь оставлять ссылки и для Украины, и для России. Я сама уже на протяжении многих лет являюсь их постоянным клиентом. И моя мама до сих пор анонимно что-то там покупает, не как мама блогера. Мы всегда довольны качеством продукции, которую приобретаем, и сервисом. И я была очень рада, когда, по-моему, года два тому назад они открылись в Польше. Теперь я покупаю там. Makeup.store отправляет в Россию. Так что все контакты я оставлю внизу. У них, кстати, на YouTube есть свой канал, на котором я веду несколько рубрик. И там есть те обзоры, которые никогда не появлялись на моем канале. Такой полный эксклюзив. Так что обязательно подписывайтесь. И сегодня в конце видео мы разыграем очень классный приз. Makeup.ua предложили мне выбрать что-то новое на осень. У меня всего предостаточно. Я просто вот сделала подборку из того, что у меня есть, из того, что недавно купила. И вот хотела с вами поделиться. И решила выбрать подарок для вас. Что-то очень классное. Так что обязательно останьтесь со мной до конца. И не забывайте заглядывать на Makeup.ua и Makeup.store за вашими фаворитами, любимцами. Или за новинками косметики, декоративной или ухода. Корейской косметики и парфюмерии. У них есть все. И мы с вами продолжаем. Теперь румяна. Я не стану останавливаться на вот этих двух абсолютных фаворитах. Это MAC, Dainty и Gentle. Dainty такой персиково-розовый. Очень универсальный. И Gentle это такая розовая слива с золотистым шиммером. Очень-очень интересный оттенок. Я люблю их и смешивать, и по отдельности наносить. Я хотела бы посоветовать вам присмотреться к категории именно запеченных румян. Я наконец-то поняла, что же такого они делают, чего я не могу добиться от других румян. У них как-то, вы знаете, легче текстура. Ее в некоторых случаях даже практически нет. Это красивый такой благородный блеск. Это как сатина на вашей коже. И с ними я не так часто перебарщиваю. То есть я сама контролирую нанесение. И помните, я рассказывала вам о вот этих румянах от марки Pupa. И это такой персиковый оттенок с небольшим золотистым переливом. И вот они не так плотно наносятся. Обожаю. И недавно я открыла еще вот такие запеченные румяна от марки Hean. Это польский бренд. И сегодня я также их нанесла, смешала вот этих два цвета. Попробуйте также смешивать любые румяна в персиковом и розоватом цвете. Это так свежо, это так красиво. Я очень часто эти же румяна немножко наношу на веки. Тогда все смотрится в такой какой-то гармонии. И так же румяна я люблю наносить и на подбородок, и немножко на нос, и немножко на виски. Почему? Потому что все смотрится, вы знаете, таким одним единым целым. И очень красиво освежает. При этом они настолько вот нежно наносятся. И не видно, что вы нарумянили себе вдруг лоб и что-то еще, кроме щек. Так вот, оттенок 275, более розовый, такой холодный. Очень красиво будет смотреться в морозные такие прохладные дни. Летом вот такие цвета, честно говоря, на мне не очень. То есть они слишком холодные. А вот сейчас смешиваю с другим. Это такой интересный. Он даже не совсем персиковый. Он какой-то такой, как легкий оттенок загара. И сам по себе тоже симпатичный. И вот в нем нет текстуры. Он просто красиво сияет. То есть, не знаю, как это объяснить. Но, в общем, они просто вот так нежно наносятся на кожу. Все, о которых я говорила. И это не как очередной слой макияжа, а что-то такое вот очень интересное. Есть одна небольшая проблема. Если у вас сильная текстура, то есть неровный рельеф кожи, то такие румяна, прям сильно сияющие, могут это подчеркнуть. Отдавайте предпочтение чему-то более спокойному. Такому сильно сияющему. Не обязательно матовым румяном. Но просто вот эти вот однозначно очень сильно могут это подчеркнуть. Потому что у меня у самой бывают высыпания. И что-то там я себе расковыряю. И тогда я ими не пользуюсь. А вот Мак Денти тоже классно. И, кстати, у Буржуа тоже есть хорошие цвета. Вот самый-самый такой, знаете, уникальный. Это 34-й. Часто спрашиваете аналог Нарс Арказм. Это 34-й Буржуа в их классической линейке. И вот этот такой холодный, лиловый, прям с лиловыми помадами. Это Ах! В прошлом году тоже говорила. 48-й. И вот они менее сияющие. Но также классно смотрятся на коже. Тоже такая вот легкая текстура. И они вот не совсем матовые. Тут, знаете, не будет смотреться как просто нарумянинные щеки. Неестественно, да. То есть они наносятся тоже легко. И очень-очень красиво выглядят на коже. Присмотритесь. Это будет долгое видео. Но мне хочется поделиться тем, что мне очень нравится. Тем, от чего я по-настоящему кайфую. Сегодня у меня на губах карандаш. О нем чуть позже. И лак для губ от марки Эвелайн. Я показывала их несколько раз. И у них все цвета классные. Но вот этим пользуюсь часто. Он сегодня у меня на губах. Это 15. Написано, что это винтажная роза. Да, действительно такая приглушенная, спокойная роза. Не кричащая, не слишком розовая. Не персиковая. Вот такая нейтральная, освежающая. И вот эта линейка очень хорошо ухаживает за губами. То есть, вы видите, что блеск до сих пор еще не впитался. Я много раз пила воду. Я постоянно с вами говорю. Я очень долго сегодня снимаю. Не знаю. То ли с непривычки, то ли много болтаю. Яж язык заплетается. В общем, переснимаю постоянно что-то. У них такая какая-то конфетно-фруктовая душка. И этот блеск постоянно со мной или в машине, или в сумочке. Нужно докупить еще один, чтобы не приходилось вечно его искать. И второй, который будет роскошно смотреться со Smoky Eyes. Это оттенок 08. И знаете, это такой цвет в лучших традициях Ким Кардашьян и всей их семейки. Я не очень люблю эстетику того, как они там одеваются и все остальное. Но макияж у них, согласитесь, всегда это что-то вау. Это в меру. Это такой благородный, часто красивый нюд или Smoky Eyes. Но это не смотрится пошло. И у них очень часто именно такие лаковые блески или помады на губах в нюдовых оттенках. Но это не светлый оттенок. То есть, он такой, знаете, и не белесый, и не как замазка. Он такой вот прям классный. Есть еще и цвет посветлее, но мне нравится этот. И я не могу сказать, что это рыжий цвет. Он чуточку теплый, но не будет желтееть зубы. И знаете, что я делаю? Это просто обалденное сочетание. Значит, я вот выбираю лаковую помаду, наношу ее просто как блеск, даже не глядя в зеркало. А вот такие цвета нюдовые, именно с небольшой теплинкой, которая практически незаметна не фанату косметики. Но, девочки, этот лайфхак я не то чтобы подсмотрела где-то, я просто случайно нанесла. Так мне понравилось, а оказалось, что это какая-то там техника. Сейчас. Короче, в чем суть? Берем такой не слишком светлый карандаш для губ в холодном оттенке. Я подготовила три. Один из них я уже много раз упоминала. Это бренд Lamelle 07. И вот у Пупы очень красивый, прям я использую в качестве помады, я так экономно его расходую, потому что они не продаются в Польше. Оттенок 0,4. И у бренда Chic также есть цвет под названием Florence. Все они мягкие, хорошо пигментированные. И наносим вот на контур губ, немножко растушевываем пальцем и дальше какой-то лак. А если это еще и будет какой-то блеск или лак для губ, как сейчас-то модно называть, степлинкой, это смотрится так сочно. Это так визуально увеличивает губы. И это тот прием, которым пользуюсь. То есть я неосознанно, мне просто понравилось сочетание вот таких карандашей и даже помад матовых. Это смотрится так интересно. Я сейчас не вспомню, у кого из визажистов я видела этот прием. У Сердара или у Лены Богданович. Она очень классная, она тоже, кстати, блогер. И я когда-то хотела бы попасть к ней на курс. Я также ей писала. Но в общем, я не уверена, что она это показывала. Может, я ее слишком часто смотрю, и она первой пришла мне на ум. Но вот эти карандаши тоже вам советую. Это мои мастхевы. Разложу по сумочкам, буду пользоваться осенью. Что касается матовых помад, то тут все не сменно. 13 оттенок от Sephora. Но сейчас к моим любимцам присоединился 40. Очень холодный коричневый нюд. Он не слишком светлый, но красиво смотрится. Так благородно, очень интересный оттенок. Тоже не встречала в других брендах. И с вот этими холодными карандашами так красиво смотрится матовая помада от Lancome. Она не такая, как все. Она выглядит как бархатная. И на губах она вот особенная. Честное слово, оттенок 510. Иногда кажется, что это теплый нюд. Потом наносишь, да нет, вроде как есть в нем какая-то такая холодинка. Новое слово Оля придумала. Ну, короче говоря, это тоже очень интересный нюд. И небольшой спойлер, эта помада также будет частью приза, который можно выиграть. Еще мне очень нравятся оттенки, знаете, не просто лиловый, не просто нюд. А вот что-то интересное, что-то яркое, но с чем комфортно даже в повседневной жизни. Я много раз показывала помаду MAC Mare. Да, несомненно, обожаю. Но приберегу ее уже для фаворитов. Не буду постоянно одно и то же показывать. Вот эта помада от марки Everline в оттенке 0,5. Это не та, которая продается в наборчике. Они продаются по отдельности. Тоже очень удачные оттенки. И мне захотелось выбрать вот этот, потому что я очень часто пользовалась им летом. И собираю столько комплиментов, она очень-очень стойкая. Она ведет себя так, как полагается классной матовой помаде. Это насыщенный оттенок, это не слишком плотное нанесение на губы, это мега стойкость. Она не отваливается комочками, вам не понадобится с ней никакой дополнительный карандаш. Даже если она немножко стирается внутри, то это незаметно. Вы можете поверх добавить какой-то блеск и проходить так 24 часа. Я еще раз повторюсь, если вы хотите найти что-то достойное, но не за дорого, то присмотритесь к бренду Everline. У них там столько всего. Я снимала два отдельных огромных обзора с тем, что мне очень нравится, именно с такими любимцами. Я также оставлю ссылки внизу. Еще одна классная матовая помада в холодном, таком больше нюдовом цвете. Это Bourjois. Я недавно их показывала, тоже с нанесением. Красивенный нюд. И на каждый день. И у них приятная текстура, такая вельветовая. Не слишком ощущаются на губах. То есть, для матовой помады это вообще не сухость. И при этом она здорово держится. Только вот момент ее нужно подтачивать. Так, еще обещала сказать, что у меня на губах помимо блеска, это тоже карандаш от марки Pupa в 22-м оттенке. Это более такой насыщенный оттенок моих губ. Я не могу сказать, что он какой-то розовый или коралловый. Это цвет, который прекрасно будет смотреться на каждом типе внешности. И, конечно же, им хорошо можно чуть-чуть увеличивать губы, выравнивать их. Чего я сегодня не сделала. Я просто по-быстрому накрасилась. И у него такое же хорошее качество, как и у четвертого. Из люксового сегмента я хотела бы посоветовать вам глайд для губ от NARS. Много о нем рассказывала. Оттенок Roseland. Это как лаковая помада с мега-блеском. Супер стойкая. Очень хорошо ухаживает за губами. И долго оставляет оттенок. То есть, даже если блеск пропадает, там впитывается, съедается или вытирается, то она немножко тинтует губы. Удачный оттенок. Очень универсальный. Такая пыльная роза и не слишком холодный. Конечно, здесь нет никакой теплинки. Он не рыжий ни в коем случае. Это очень хорошая линейка у NARS. Не могла о ней не вспомнить, потому что она тоже уникальная. Об ароматах в этот раз мы не поговорим, потому что я уже так много о них рассказывала. И не смогла приобрести тот, который мне хочется в свою коллекцию. Это Armani из их коллекции Malachite с камнями красные. Который советовала Карина Негай. На Makeup UA он распродан. Хотела приобрести в Польше. Его тоже нет. Пока что не судьба. Так что продолжу пользоваться тем, что у меня есть. Если вот так по-честному, то я пересмотрела те ароматы, которые я нахваливала раньше. То, чем я до сих пор пользуюсь. И могу сказать так, что мой самый любимый бренд это Armani. Они создают такие ароматы, которые, вы знаете, прямиком в сердце. Всегда. Это Armani Code нравится многим. Я делала небольшой опрос. И, кстати, вы также выделяли и Armani Code, и Armani C. Причем разные версии. У меня, по-моему, самая первая классическая. Это роза. Мне нравятся сладкие ароматы. Обязательно буду пользоваться Ирисом от Lancome. У Lancome тоже настолько подходящие мне ароматы. И Ив Сен-Лоран. И я заметила, что самый запрашиваемый аромат, это как раз Ив Сен-Лоран Black Opium. И недавно я была на свадьбе, вы знаете, да? Я воспользовалась этим ароматом. Он у меня есть вот в такой маленькой версии. И все спрашивали, Оля, что это за аромат? Несмотря на то, что он такой популярный, так многие его хотят, так многие им пользуются, все равно возникают вопросы. А что это такое? Он и сладкий, и с такой небольшой интригой. Я не могу сказать, что он создает там часовой шлейф. То есть вы уходите, а вас еще час все помнят на мероприятии. Нет. Но он неплохо держится. Для меня это аромат, знаете, на каждый день. Он в меру сладкий и не какой-то, который щекочет нос и мешает. Наоборот, вот здесь, знаете, компонент, который нравится многим, это смородина. Это что-то сладкое тоже. И кофе. Кофе. Причем, знаете, кофе не наглый, который выбивается на первый план. Это вот действительно очень гармоничная композиция, которая подойдет и молодой девушке, которая хочет немножко дерзости. И женщине уже в возрасте. Моей маме нравится, кстати, этот аромат. Она в расцвете сил. И мне вот 31. Я не девочка, просто, знаете, как женщина, да, в молодом возрасте. Наверное, так меня можно описать. И каждую девушку и женщину я представляю с этим ароматом. Потому что он вот такой и не банальный, и не раздражающий, и не старомодный, и не слишком современный, которые там могут не понять женщины в возрасте 60+, скажем, да. Наоборот, он такой вот для каждого поколения. Именно поэтому я также выбрала этот аромат в очень большой версии. Я его распаковала. Вот такой. Но он абсолютно новый. И, конечно же, я вам подарю его в коробочке. И что еще можно выиграть? Я хотела, чтобы это был по-настоящему такой, знаете, особенный дорогой подарок, чтобы порадовать вас. И мне кажется, что каждая девушка может пойти себе купить что-то бюджетное. А вот сразу купить несколько люксовых средств, ну, наверное, не каждый позволяет себе. Потому что что-то есть или там другие какие-то затраты. Помада в нюдовом оттенке от Lancome абсолютно новая, точно такая же, как у меня. Конечно же, метеориты. Я не стала их включать в эту подборку, потому что, ну, это уже что-то, что, наверное, тоже ассоциируется со мной. Но, конечно же, я ими пользуюсь. Конечно же, они есть у каждой моей подружки, потому что я подсадила всех. Они есть у моей мамы, они есть у моей свекрови. И для вас я выбрала, конечно же, в третьем оттенке, потому что его считаю самым универсальным. Это легчайшая пудра, вуальная, которая матирует и подсвечивает. И даже если для вас на каждый день это слишком, все равно осенью и зимой однозначно найдутся те мероприятия, те события, на которые вам захочется больше лоска, больше блеска, больше шика. И даже если на все лицо для вас нет, то попробуйте наносить на выступающие участки вашего лица. И даже тело и вообще метеориты порадуют абсолютно каждую девушку, потому что они выглядят так, что их приятно иметь на туалетном столике. А лично я практически использовала две баночки за свою жизнь, поэтому тут уже как бы все понятно. И еще одна вещь будет в подарке. Это тени от марки Tom Ford. Я заказала их на Makeup.ua. Да, Makeup.ua дарит этот подарок совместно со мной. Так что спасибо вам огромное за то, что исполняете все мои капризы и все мои просьбы. Сейчас, где моя? Значит, смотрите, это две абсолютно одинаковые палетки. Одна для вас, вторая для меня. Это одинаковая цветовая гамма и это, кстати, вторая палитра Tom Ford, которую я покупаю на мейкапе. Вообще у меня их четыре. Я могу сказать, что я не знаю, откуда возникают вопросы касательно подлинности или оригинальности. Для меня все ясно. Это такие же тени по качеству, которые мне дарил бренд. И почему я выбрала эту палитру? Также на мейкапе я покупала Nude Deep. Очень сложно поймать Coco Mirage. Поэтому я взяла вам то, что выбрала для себя. Наверняка у каждой из вас есть базовые палетки, там в холодных, в теплых оттенках. Я дала вам какие-то варианты. Но эти тени я захотела себе, потому что здесь, во-первых, два таких сатиновых оттенка. Они не совсем коричнево-серые. Здесь есть небольшой такой оттенок хаки, можно сказать. Это то, что мне нравится, мне идет. Но если не всматриваться, то можно сказать, что это просто такой светло-коричневый и более темно-коричневый. Сейчас они у меня на веках. Я просто нанесла их как-то небрежно одной кисточкой. Сначала один оттенок, а потом второй. Они прекрасно растушевываются. Но я думаю, что в случае таких дорогих теней это вообще недопустимо. Чтобы что-то там осыпалось, пятнило и так далее. Здесь вот есть два оттенка, точнее две текстуры, которых в моей коллекции нет. Это так называемые топеры. То есть тени, которые наносятся в самом конце. Не как основной цвет, а вот именно для акцента. Когда уже все готово, вы просто в нужном месте наносите и втираете. Здесь нет базы цветовой. Здесь только блестки. И я взяла себе, потому что это очень красиво. Здесь сразу несколько оттенков намешано. И они так красиво переливаются. И я люблю, когда макияж не перегружен. Когда даже тени, они такие вот не слишком. Поэтому я не покупаю себе тени Ассия Баверли Хиллз и Худа Бьюти. Возможно, я что-то возьму еще для обзора. Но лично я даже в повседневной жизни очень часто пользуюсь вот этими тенями от Эвелайн. Они полупрозрачные. И это для всех поклонников нюда. Такого, как люблю я. То есть, если вы любите прям такие эх-тени, то эта палитра покажется вам такой слишком спокойной для вас, скажем так. Но оттенки здесь красивые. Пользуюсь всеми, кроме вот этого красного. Так вот, мы говорили о Том Форде, снова переключились на Эвелайн. Вот эти тени наносятся, Том Форд, да, наносятся, хотя Эвелайн тоже хорошая по качеству. Они так, вот знаете, такой дымкой наносятся. Это просто для меня совершенно по-другому. Я не люблю тяжелые макияжи. И захотела, чтобы в вашей коллекции также появилось что-то уникальное с топерами и с двумя вот такими универсальными оттенками, которые хорошо подойдут каждому типу внешности. Я надеюсь, вам приятно будет получить такой приз от нас. Все-все-все вы найдете в инфобоксе. И описание средств, и условия участия. Я устраиваю часто конкурсы, потому что я, ну, скажем так, не самый мелкий блогер. И я имею доступ к разным брендам и разным партнерам. Если у меня есть возможность что-то получить еще для моих зрителей, какую-то скидку, какой-то подарок, устроить какой-то розыгрыш, я этим пользуюсь. Ну, потому что мне кажется, что так честно. И если я могу вот таким простым образом порадовать еще кого-то, я всегда только за. Вот теперь уже все. Если вам понравилась моя подборка, не забывайте поставить пальчик вверх. Мне будет очень-очень приятно. Это также меня мотивирует. Если вы пользовались чем-то из показанного, также поделитесь вашим мнением. Теперь я пошла готовиться к видео об уходе. Все. Всех целую и обнимаю. Пока-пока. До новых встреч уже совсем скоро.